Итоговое заседание молодежного парламента открыла глава Дмитровского района. Елена Трошенкова сообщила, что в районе сейчас происходят важные изменения, подчеркнула необходимость кадрового резерва. В этом смысле большие надежды она возлагает именно на молодых парламентариев. Честно говоря, рассматривая наш молодежный парламент именно с этих позиций, мне нужны кадры, которые готовы и хотят работать в муниципалитете. У нас будут изменения в финуправлении до ближайшее время. У нас изменения в руководстве управления молодежи, физкультуры, спорта. В заседании парламента также приняли участие депутат Мособлдумы Марина Шевченко и начальник управления по делам молодежи, физкультуры и спорта Галина Зуева. Они пожелали парламентариям продуктивной работы в новом году. Молодежный парламент функционирует в Дмитрове всего год, но за это время сумел достойно проявить себя. Члены парламента активно участвовали в общественных мероприятиях и рейдах Госадомтехнадзора, помогали многодетным семьям, детям-сиротам и инвалидам. Конечно, развивали и работу с молодежью, помогали ей проявить себя, донести свои идеи и инициативы до районной администрации. Важным событием 2017 года стало открытие общественной приемной и проведение межмуниципального форума «Конструктив», который собрал молодых парламентариев со всей Московской области. Депутат Александр Корнев отметил, была проделана большая работа. Вы стали надежными помощниками не только депутатам, но и администрации. То есть вы закрываете ряд вопросов общественных, которые действительно важны. Впереди, конечно, много работы. Я думаю, что этот год будет такой, так скажем, подготовительный к следующей большой глобальной работе. В ходе отчетного заседания председатель парламента Елена Рунова огласила результаты областного рейтинга молодежных парламентов, в котором Дмитровский район занял почетное первое место. Члены молодежного парламента единогласно утвердили план работы на 2018 год. Одна из первостепенных задач в ближайшее время – проведение довыборов в молодежный парламент. Пять вакантных мест смогут занять наиболее инициативные юноши и девушки, которые пройдут собеседование и примут участие в дебатах. В торжественной обстановке было подписано соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между молодежными парламентами Дмитровского и Талдомского районов. Момент знаменательный – это первое официальное соглашение. Елена Рунова подчеркнула необходимость в дальнейшем развивать нормативно-правовую базу. В заключении заседания глава района Елена Трошенкова и депутат Александр Корнев вручили всем парламентариям удостоверения и значки членов молодежного парламента.